Салампальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет видеопрезентацию, посвященную Дню Православной Книги. 25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение учредить 14 марта, ежегодный день Православной Книги. В своем выступлении Святейший Патриарх особо подчеркнул, что Церковь нуждается в качественной миссионерской литературе и потому имеет смысл в какой-то день особо подумать и помолиться о книгоиздателях и книгоизданиях. Не может быть успеха в Церкви, если мы не сопровождаем своего делания сугубой молитвой. День 14 марта выбрали не случайно. По старому стилю это было 1 марта, день, когда в 1564 году русский первопечатник Иван Федоров издал первую печатную книгу «Апостол» на московском печатном дворе. «Апостол» – это богослужебная книга и тогда и сейчас необходимая для совершения церковных служб. Для домашнего чтения она издается вместе с Новым Заветом и для многих верующих стала книгой для ежедневного чтения. Несомненно, главной книгой и наиболее почитаемой для христиан является Библия, как для взрослых, так и для детей. Вся православная литература четко разграничивается по видам. Прежде всего, это богослужебная литература. Она предназначена для совершения богослужения и в свою очередь условно разделяется на две группы – священно-богослужебные книги. И к этой группе относятся книги, заимственные из Библии – «Евангелие», «Апостол» и «Псалтырь». Церковно-богослужебные книги – это книги, составленные отцами и учителями церкви на основании священного писания и священного предания. Это «Служебник», «Часослов», «Минея», «Месячная», «Общая», «Праздничная» и многие другие. Второй вид православной литературы – это литература свято-отеческая, которая включает в себя творения святых отцов, их письма. Святые отцы – святые, которые выразили в своих трудах богословское, нравственно-этическое и аскетические учения церкви, подтвердив истинность этого учения своей жизнью. И чтение свято-отеческих творений считается одним из духовных подвигов. Художественная литература – это, наверное, самое объёмное направление православной литературы. И отличительной чертой художественной православной литературы является то, что она доносит до читателя правила поведения православного человека в мягкой, деликатной и понятной форме, рассказывает, что такое доброта, чистота, бескорыстие, благодать и спасение души. И мы хотим вас познакомить с произведениями как русских классиков, так и с произведениями современных писателей. Иван Шмелёв «Лето Господне» – это классика детской художественной православной литературы. Главный герой романа – маленький Ваня – возрастает в условиях, где вера была основой существования, образом жизни. И через быт мальчик поздаёт истину православия. Его дыша наполняется любовью, верой, святостью. И именно эта книга в советские времена многих привела к православию. Алексей Константинович Толстой. «Благовест». Среди дубравы блестит крестами храм пятиглавый с колоколами. Их звон призывный через могилы гудит так дивно и так уныло. К себе он тянет неодолимо, зовёт и манит он в край родимый. В край благодатный, забытый мною и непонятный, томим тоскою. Молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого. Далёко странствуя мечтой чудесную, через пространство я лечу небесные. И сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не замирает. Представляем вам сборник «Вифлеемская звезда». В сборник вошли произведения замечательных мастеров русской литературы. Александра Сергеевича Пушкина, Иван Бунина, Бориса Пастернака, Гоголя, Жуковского, Фета, Булгакова, Тургеню. И в этих произведениях рассказано о том, как на протяжении веков русским народом воспринимались и отмечались крупнейшие православные праздники – Рождество Христово и Пасха. «Возрождая для себя Рождество и Пасху, мы снова обращаемся к русской словесности, к её дарам, которые мудро донесла она сквозь все испытания». Отмечено в предисловии к этому сборнику. «Ирина Рогалёва. Рождественская тайна» – это замечательный сборник рассказов. И хотя книга Ирины Рогалёва предназначена для маленьких читателей, все замечательные рассказы сборника – о надежде и милосердии, о встречах со святыми, об исцелении душ, неогасающей надежде, верности и обретении утраченного – способны тронуть труны души читателя любого возраста, смыть наносное и вдохновить на добрые дела. Ксения Саботович и Анна Голковская. «Маленькие подвижники». Эта книга включает в себя 10 увлекательных рассказов о жизни святых подвижников и построена в форме бесед бабушки и дедушки с внуками. Брат и сестра учатся верить, любить и прощать, узнают, как в детстве справлялись с жизненными трудностями преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Амфросий Оптинский, Святой Правильный Иоанн Кронштадтский, Святая Блаженная Матрона Московская, а также Старец Паисий Святогорец. Книга написана живым языком, красочно иллюстрирована и адресована детям дошкольного и младшего школьного возраста. И в 2009 году была учреждена Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Премия создана для поощрения писателей, внесших существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизнь современного человека, семьи и общества, создавших высокохудожественные произведения, обогативших русскую литературу. Современная православная литература становится все более и более популярной, а книг в этом направлении становится все больше и больше, и каждый сможет найти что-то, что будет соответствовать его вкусам.